Замечательно видеть плоды, разнообразие плодов. Вы, наверное, знаете, что жатва — это плоды. А плоды — это последствия. Последствия того, что мы сеем. Вот это плоды, которые принесли фермеры. То есть они что-то посеяли. Оно взросло. И принесло свои плоды. То же самое происходит и с нами. Мы что-то сеем. Оно в какой-то момент прорастает. Оно приносит свои плоды. И в этот праздник очень, я думаю, важно задуматься об этом серьезно. Но хотелось бы, чтобы мы задумывались об этом не только раз в год. Чтобы мы каждый день задумывались о том, что мы сеем. И в какие плоды оно прорастает. Где мы сеем? Мы сеем в духовном мире, конечно же. Как написано в Галатам 6.8. «Сеющий в плод свою, от плоди пожнет тление». А «Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Что же мы сеем в духовной сфере? «Молитвы». «Наше общение с Богом». «Наши поиски лица Божьего». «Наши посты, наши ходатайства». «Все это мы сеем в духовном мире». «И в свое время пожинаем духовные плоды». «Что посеял, то и пожал». Правильно? Я думаю, что мы видим это на протяжении всего Писания. Можно сказать, с первой, со второй главы Бытия, да? Мы видим, как Адам и Ева посеяли. Что-то сделали. И пожали плоды. И на протяжении всего Писания мы видим, как народ Божий что-то сеял, что-то делал и пожинал свои плоды. И в Откровении мы читаем все то же самое. На протяжении всего Писания мы проглядываем тот же самый принцип. «Что ты посеял, то и пожал». Но точно так же, как мы сеем в духовном мире, мы сеем и в этом мире. Я думаю, что ни для кого не секрет, что слова, которые мы говорим, это как семена. То, что мы говорим, то, что мы пишем, то, что мы выставляем в соцсетях, хотим мы того или не хотим, понимаем ли мы это или не понимаем, задумываемся мы над этим или не задумываемся, но наши слова — это семена, которые в свое время дадут свои плоды. и не только здесь, не только здесь на земле, но и в вечности. Интересные слова сказал Иисус. Матфей 12, 37. Матфей 12, 37. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Еще раз я зачитаю. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. То есть, плодами определенных твоих слов, моих слов, ваших, каждого слов, плодом определенных моих слов будет оправдание. А плодом каких-то моих других слов может быть осуждение. То есть, то, что я говорю, оно меня или оправдывает, или осуждает. И здесь мы видим, как Иисус проводит параллель с судом. С судом, когда приходит человек, которого предстоит пред судом. Вы знаете, кто осуждает или оправдывает того, кто подсудимый? Свидетели. Свидетели. Они говорят или за, или говорят против. И это именно те семена, которые мы сеем. Иисус говорит, что именно семена здесь будут призваны, наши семена, наши слова, будут призваны во свидетели. Слова, которые человек сказал, написал, поставил в соцсетях, это все то же самое. Не другие люди будут призваны во свидетели. Другие люди здесь ни при чем. Которые, может быть, слышали, может быть, не слышали, может быть, читали. Но в свидетелях будут выступать именно слова самого человека. Именно они будут давать показания. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Другими словами, твои слова тебя или оправдают, или они тебя осудят. Вы думаете, что, может быть, Бог будет выступать в роли свидетеля? Бог, Он всемогущий, вездесущий, все знающий. Все пред Его лицом. Но не так. Наши собственные слова будут нам свидетелями. Слова каждого из нас. Вы, наверное, читали в Писании такие замечательные слова, которые подают столько надежды. Еремея 23, 6. Это откровение об Иисусе Христе. В одни Его, с большой буквы, Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя Его, которым будут называть Его, Господь, оправдание мое. Это замечательные слова. Господь, мое оправдание. Господь оправдывает меня. Но как это возможно, если мои собственные слова меня осуждают? Но Господь мое оправдание. Но мои слова меня осуждают. Неужели Бог их просто стирает? Да. Он их просто стирает. Он их просто стирает. С одним условием. И это условие мы читаем в 1 Коринфянам 11 главе. Ибо если, если вот это условие, если, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. если бы я осудил свои слова, которые осуждают меня, если я сам осудил себя за те слова, которые меня осуждают, за те слова, которые не соответствуют любви Божьей, за те слова, которые противоречат истине, тогда Господь — мое оправдание. Но там есть «если». Он стирает эти слова. Он стирает эти слова. Он стирает эти семена. И власть этих семян на мою жизнь. Эти слова больше не могут меня осуждать. потому что я их уже осудил. И я это признал. Но если я продолжаю оправдывать слова, которые осуждают меня, они будут продолжать осуждать меня. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А если мы не судим себя, то будем судимы. И первые свидетели, которые встанут, скажут «виноват». Это будут наши собственные слова. Они будут выступать против нас. Слова сказанные, написанные, поставленные где-то. Когда человек оправдывает свою неправду, он тем самым осуждает себя. И это семена, которые человек сеет в свою собственную жизнь. Интересные слова можно найти в Писании. Я не думаю, что в Писании есть неинтересные слова. Но очень глубокие слова, которые действительно помогают. Апостол Павел пишет в 1 Коринфе, 6 главе. И таковыми были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Божьего, Бога нашего. Если вы знаете это место Писания, то стихом раньше перечисляется целый список грехов, которые, ужасные грехи, можно так сказать, хотя там разные грехи. И апостол пишет, что такими вы были некоторые из вас. Но это ничего страшного. Это абсолютно ничего страшного. Это в прошлом. Как здесь написано, человек был омыт, освящен и, очень важно, оправдан Господом нашим. оправдан именем Господа. И не потому, что он оправдывал сам себя. Нет, потому что он осудил себя. Потому что он осудил все свои грехи. Он признал их. Он признал свою греховность и принес это пред Господом. И теперь он может смело сказать, Господь, оправдание мое. И действительно, нет у нас другого оправдания. Нет у нас другого оправдания. Как только имя Господа нашего Иисуса Христа. И только осудив, осудив свои прежние дела. Как мы обсудили, вопрос риторический можно теперь сказать. Несет ли человек ответственность за свои слова? Я думаю, на данный момент вопрос становится риторическим, потому что понятно, что да. Несет ли человек ответственность за то, что он пишет? Однозначно. Потому что это те же самые слова, которые, ну, просто в другом формате, в письменном. Несет ли человек ответственность за то, что он выставляет в соцсетях? В Писании, к сожалению, ничего не сказано про Фейсбук. Про Инстаграм, про Твиттер, про все остальные соцсети. Но то, что человек выставляет, это написано под его именем. Там стоит его фотография. Это выходит от его, так называемой, учетной записи, от его аккаунта выходит, да? Если, конечно, его не хакнули и кто-то другой что-то поставил, да? Но если я что-то ставлю, это то же самое, что я сказал. Просто если я сказал это один на один, услышал один человек. А если я это поставил на Фейсбуке, то увидел весь мир. Буквально, любой человек в этом мире может зайти и увидеть то, что я поставил. Получается, что я несу ответственность за то, чем я поделился. Потому что это тоже одно из семян, которые я посеял. Я думаю, что в 21 веке немножко изменились параметры. И немножко, не знаю, может быть, надо научиться нам всем делиться информацией, которая у нас есть. Это мои соображения. Я придумаю пример и попробуйте понять, что я хочу сказать. Если я кого-то цитирую, давайте вы немножко отключите ваши знания математики. Представьте, что вы математику вообще не знаете. И я говорю, мне сказал человек, 2 плюс 2 это 5. И все. Кто-то кому-то другое сказал. Он сказал, что 2 плюс 2 плюс 5. Третий передал. Но вы же меня знаете, мне же можно доверять. Значит, 2 плюс 2 это 5. То есть, если я просто передаю информацию, это очень просто сделать. для этого много не надо. Но если я просто передаю информацию, вопрос, как она будет воспринята людьми. Если я просто процитировал и оставил людей в рассуждении, правда это, неправда. Они должны догадываться, что я имел в виду. и получается, что я несу ответственность за эти слова. Но я думаю, что мои слова будут приняты совсем по-другому. Если я скажу, процитирую опять-таки кого-то, который сказал 2 плюс 2 равняется 5, и тут же напишу, что на моем личном опыте это выглядит неверно. Я думаю, что отношение и результат моих слов будет совсем другой. потому что я не просто процитировал. Потому что еще объяснил, что я имею в виду этими словами. Иначе я просто несу ответственность за те семена, которые я посеял. И если там нет истины, то они осудят меня. Но очень интересно, что, во-первых, мы все люди, мы все ошибаемся. Нет никого, кто никогда не ошибался. Мы все ошибаемся. Но в этот момент, когда мы ошибаемся, есть огромное искушение. Огромное искушение. Искушение лицемерия. И я объясню. лицемерие, которое готово на все, только чтобы не признать свою ошибку. И мы видим, как Иисус пытался помочь тем людям, которые лицемерили, объяснить, что они ошибаются. Иисус пытался помочь фарисеям донести до них, что они ошибаются по поводу Его. И Он и спросил, крещение Иоаннова было? Было с небес или от человеков? Но они думают, если скажем, что с небес, то есть от Бога, значит, нам нужно будет принять, что Иисус все-таки от Бога. Значит, нам нужно будет согласиться, что мы неправы. Ну, а если скажем, что не от Бога, от человеков? Не получается, потому что все верят, что Иоанн Креститель от Бога, пророк Божий. Вот она, возможность признать свою неправду. Явная возможность. Но нет. Они выбирают просто прикрыть свою неправду. Каким-то образом оправдать свои слова и остаться со своей неправдой. Как они отвечают? Не знаем. Вы прекрасно знаете. Вы прекрасно знаете. Вы прекрасно знаете, что вы неправы. Но вы избираете оставаться в этом. Потому что невыгодно и неудобно признать свою ошибку. Это некомфортабельно. Как признать, что я неправ? Получается, унизить себя? Лицемерие готово на все. Только чтобы не оказаться неправы. Но как мы все прекрасно знаем, все это временно. Это все временно. Потому что любая неправда потом выясняется. И если не в этом мире, то самый важный день человека она выясняется. Когда эти слова будут тебя или оправдывать, или меня, или оправдывать, или осуждать. Дилемма. Это действительно дилемма. Это действительно дилемма. Признать себя виновным. Признать себя ошибающимся и получить оправдание от Бога. и получить оправдание от Бога. Но есть страх. Есть даже такая возможность, что люди вокруг не поймут. Что люди вокруг будут судить. Что их мнение обо мне поменяется. Или же оправдать себя. Остаться со своей неправдой. И любыми путями прикрыть это. Чтобы люди остались хорошим мнением обо мне. Вот это дилемма. И в такой момент что посеет человек? Что посеет человек? Во временное или в вечное? А что посеет человек, то и пожнет. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Будьте благословены. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»